всем привет сегодня снимаю фавориты за февраль месяц я вам обещала показать как работает сплэш маска от и new сейчас мы с вами вместе посмотрим изменится ли мое лицо как-нибудь немножечко несколько капелек на ладонь и на лицо наношу немножко потом так знаете остается ощущение липкости но она очень быстро проходит как только вот она до конца впитывается высыхает не знаю изменилось ли что-нибудь у меня на лице с моим лицом с моей кожи но пока еще липкая так что пока может быть действие еще не до конца видно в этом месяце среди тональных основ у меня была вот такая основа фаворитах это его люкс у меня оттенок беш-лайнен этот тональный не матирует поэтому он собственно говоря и был фаворитах у меня в феврале начала таки как-то у меня этой зимой не было такой проблемы как допустим прошлыми а так кожа сильно не сокла но все-таки вот феврале уже начала немножечко сохнуть вот липкость уже проходит чуть-чуть еще есть не знаю посвежело ли мое лицо так буду наносить бьюти блендером аля бьюти блендером от эйвон влажным я уже давно привыкла к нанесению такого какими-нибудь спонжами чтобы нанесение было таким более легким потому что что не говорите на камеру конечно очень красиво когда вообще в последнее время очень потела на видео различных переуплощений различных допустим каких-то американских блогеров как они делают макияж то есть какой у них жесткий контуринг как они наносят тональную основу до многие блогеры так принципе наносит тональную основу жирным таким слоем и помимо всего прочего еще куча куча всего я все понимаю что это красиво на камеру но я прекрасно понимаю что в жизни это будет супер заметно какая бы там офигительная тональная основа не было даже просто на одном видео показали девушку вблизи там я не помню пытались показать макияж глаз что ли вблизи и показали ее кожу вблизи то есть ну реально весь этот слой штукатурки его он очень заметил поэтому на камеру можно конечно я могу сделать макияж посильнее потому что на камеру не особо заметно но в жизни я стараюсь как бы чтобы особенно вот эти все кремовые текстуры все что на коже находится я стараюсь поменьше полегче теперь возьму вот такую палетку с жидными корректорами возьму вот такой оттенок буду маскировать вы синячки под глазами чем мне нравятся такие корректоры тем что они очень плотные зимой у меня вообще ужасный недосып прям уже прям таки жуткий уже смешно сейчас потом я это исправлю еще все при помощи пудры вот такого эффекта сильного выбеливания нереального такого теперь возьму вот такой темный оттенок он конечно не особо темный для контурирования но вот именно зимой особенно если я допустим кому не пользуюсь тональным кремом а только пудрой то как раз самое оно чтобы он был такой легкий незаметный поэтому я сегодня буду просто у меня был два фаворита вот именно такая жирная коррекция легкая которая вот именно под пудрой было прям идеально и сухой корректор поэтому я нанесу сейчас и тот и другой знаете я тут недавно задумалась над одним психологическим методом способом я точно не называется по моему зеркало или что-то руку что-то точно связаны с зеркалом когда допустим злишься на какого-то человека ты что-то хочешь ему высказать ты подходишь к зеркалу все это высказываешь зеркалу ну хотя вообще этот способ работает не обязательно для этого подходить именно к зеркалу высказываешь все это и в результате когда приходит пора действительно человеку все это высказать дело в том что иногда мы что-то высказываем на эмоциях это лишние эмоции и какая-то проблема которую нужно было просто обсудить может перерасти в конфликт для этого существует такой способ что ты вроде бы как все это дело высказываешь припудривать лицо я буду при помощи пудры от evan mark glow он это такая это мерцающая пудра как-то так она называлась на самом деле сколько я не вглядывался на особо не мерцает если уж очень сильно вглядываться то где-то там есть какие-то блёсточки которые мне кажется ну никто даже и не заметит в общем-то на лице не особо не заметно точнее вообще не заметно просто пудра дает такое среднее покрытие ближе к плотному так вот насчет этого метода способом получается вы высказываете все свои как бы претензии можно действительно рядом зеркалом можно просто не забыть посуду и бубнить себе поднос что-либо вот получается все что вы высказали как бы все эмоции ушли и когда вы уже приходит черед действительно что-то высказать вы уже выскажите только саму суть без эмоций так вот этот метод если кто-то с ним знаком точнее если кто-то с ними знаком я советую попробовать действительно помогает но я не советую пробовать этот метод ну либо пробовать но как можно реже по каким-то пустякам так скажем в отношениях с кем-то там с любимым человеком я имею виду такой метод лучше не пробовать либо пробовать очень редко потому что допустим когда вы хотите высказать извините там какому допустим начальнику какой он не очень хороший человек этот метод прям очень супер ну я не знаю каким-то друзьям знаком еще кому-то с кем вы сталкиваетесь вы просто действительно вы выскажете ваши эмоции уляжутся поэтому когда наступит момент встречи то есть это имеется ввиду когда конфликт не вот он есть а когда вас что-то не устраивает но на данный момент вы с этим человеком не можете об этом поговорить вы можете поговорить там завтра спустя несколько часов так вот если этот человек не особо близкий вам то метод супер потому что на самом деле все ваши эмоции уляжутся и вы решите конкретно вашу проблему но я хотела сделать еще сухую коррекцию с помощью уже вот такой палетки который благополучно разбился но в отношениях я бы не советовал этот метод потому что получается так что допустим тебя что-то не устраивает в человеке ты хочешь ему это высказать тебя эмоции зашкаливают да в этом плане очень даже хорошо что эмоции ты выплеснешь не в человека а куда-то в никуда но когда придет момент высказывать то что ты хотела тут надо либо не переусердствовать и все-таки немножечко оставить этих эмоций потому что знаете когда ты тебя что-то не устраивает и на эмоциях бы ты это высказала то когда эмоций нет в принципе как бы высказывать уже нечего можно и потерпеть поэтому а получается так что ты сегодня потерпела завтра потерпела следующий раз потерпела это будет все накапливаться 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 и потом будет большой большой взрыв потому что все-таки этот способ действует именно не на конкретную конкретный конфликт не на конкретную ссору когда вы там сцепились за что-то а именно ну когда вас что-то не устраивает и вы бы хотели это высказать и если вы это не выскажите то это будет накапливаться действительно потом будет большой большой взрыв это во первых во вторых я допустим верю в то что ученые доказали то что любовь длится 3-4 года но я верю с небольшой поправкой я верю в то что чувство влюбленности вот это когда весь мир крутится вокруг одного человека длится действительно 3-4 года после этого наступает именно такое большое чувство большое слово любовь это привязанность это уважение это любовь но уже без тех эмоций которые были изначально так румяна из такой огромной палетки эйвон когда-то она была но все разбилось и вот такие красные румяна такие прям на эти настоящие румяна еще так вот все таки со временем вот эти страсти как бы когда уже улеглись вот это чувство влюбленности прошло и осталось вот именно настоящая такая любовь которая выдержала много чего если у вас вообще не будет в жизни конфликтов то жизнь будет скучной не зря говорят то что как приятно мириться после ссоры просто я в свое время когда-то я не помню где-то я на уроках психологии где-то я услышал про этот метод и действительно я начала его вот не специально просто так получилось использовать и на самом деле бывает вот именно по мелочам можно когда вы знаете я не знаю когда у вас бушут страсти не за вас пмс еще что-то когда вы действительно можете наговорить человеку лишнего общение за что вот тогда лучше да где-то в сторону выплеснуть весь свой негатив но когда действительно есть проблема и они нужно сказать то лучше даже это сказать на эмоциях иначе вы просто не сможете ну бывают конечно такие люди которые вот может быть в реальном прям прям в прямом смысле садятся за стол переговоров и решать свои проблемы но мне кажется что у таких людей если они всегда так делают жизнь просто настолько гладкая ровная но в то же время скучная и безэмоциональная что ну не знаю я бы так не смогла я на самом деле очень эмоциональный человек это как мой плюс так и мой минус так хайлайтер не отвлекаемся от того что я собиралась делать это макияж хайлайтер у меня будет вот из такой большой палетки вот такой прям блестящий блестящий яркий 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 яркие щечки ярких ну хотя щечки вроде бы растушевала нормально яркий хайлайтер и не знаю для чего я вам все это рассказывала я просто вспомнила об этом методе и дабы заполнить паузу решила вам вот так посоветовать метод хороший но метод действительно для того чтобы не наговорить лишнего кому-нибудь допустим начальнику которым вы очень много чего хотите сказать или какому-нибудь соседу знакомому я не знаю еще кому-нибудь так теперь брови мои любимая собственно говоря это брови брови буду оформлять с помощью вот такого эко геля сайта алиэкспресс у меня в четвертом номере здесь даже есть своя кисть я больше всего люблю красить глаза губы а вот брови терпеть не могу не ужасайтесь я сама всегда боюсь когда я оформляю брови и у меня не накрашенные глаза потому что я такая вся бледненькая такие темные брови когда я закончу макияж все будет очень даже хорошо так в макияже глаз среди теней у меня в фаворитах были три палетки первое это такая здоровущая сайта buying coins по моему здесь три вот таких яруса теней здесь 180 оттенков и у меня в фаворитах был такой третий ярус самый яркий я пока еще даже кстати не решил какой я буду делать макияж и какой самый яркий оттенок я добавлю в качестве акцентом также вот такая палетка от и его она была не помню года два наверное назад здесь 15 оттенков теней два оттенка румяной четыре оттенка помад и третья палетка это палетка от to face natural ice но это тоже не оригинальная такая более теплая и начну я пожалуй начну пожалуй с того что я возьму из вот этой яркой палетки белый оттенок нанесу под бровь нанесу на все подвижное веко в качестве такой небольшой подложки да кстати вы знаете какие-нибудь боже мой что же я все время все куда-нибудь кладут так вот чтоб прям вот чтоб все упало знаете ли вы им какие-нибудь психологически даже не то что вы знаете пользуетесь ли вы каким-нибудь психологическими способами методами которые бы вам по жизни как-то очень помогали я вот считаю что люди которые по жизни я вот пользуются психологии как путеводителем по жизни мне кажется что это ну как-то слишком скучно что лежит так даже как-то может быть неправильно потому что если жить по учебнику получается что вы будете жить не своей жизнью то есть кто-то за вас решил что так правильно и вы идете по натоптанной и вы не принимаете получается сами никаких решений так дальше что я буду делать дальше а дальше я возьму палетку от и вам возьму 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 вот такой интересный какой-то серо-коричневый оттенок такой буду наносить его во внешний уголок очень хорошо переносится мои нависшие веки которые нависают мало того что нависшие веки так они еще и нависают по-разному на разных глазах теперь возьму вот такой интересный оттенок он какой-то знаете такой коричневый с зеленоватым какой-то еще там что-то добавлено такой прям таки очень интересный и тоже буду наносить во внешний уголок поверх и выводить в складку века на улице такая погода ужасно наступила весна но зима недаром злится ужас какой-то просто морозы ветрище такой прям кошмар я может так хочется весны настоящий как-то так получается так дальше возьму вот такой какой-то немножко тауповый оттенок матовый и буду растушевывать и как бы не знаю даже что еще рассказать что с вами еще обсудить поэтому получилась такая пауза молчание кстати тени эти неплохо тушился сделано не кстати тоже в китае но и он все то что такое сыпучая тени пудры румяна все сделано в китае вот уже лучше теперь этот же темный оттенок нанесу на нижнее веко получается теперь я хочу добавить сюда какой-нибудь яркий акцент вот я надеюсь что там ничего не разбилось мне крупно повезло потому что здесь ничего не разбилось в этой палетке которая у меня так благополучно шлепнулась вот из этой палетки хочу добавить какой-нибудь яркий акцент и наверное добавлю вот такой красивый синий вообще хотел другой сначала но думаю наверно-ка я добавлю вот этот синий он просто такой красивый он знаете как чернильный немножко в нем что-то такое есть как будто прям чернильный не знаю как он передастся придется наслаивать чтобы вот именно вот этот красивый синий передался который в палетке но он прям очень красивый блин он так осыпается боже мой сейчас придется здесь все консилером поправлять я не знаю как это видно на камеру но в реальности он прям очень красивый я конечно может быть помешана на синих оттенках в последнее время я к нему как-то спокойно отношусь не так к продавщице из сельпо или как там говорят ну он вообще классный тут конечно жуть чтоб осыпалось так ну собственно говоря что я люблю в палетке это вот эти два оттенка я их прям обожаю за то что это прям они настолько шиммерные они прям так блестят прям таки бомба сейчас я найду кисть возьму один из таких оттенков и нанесу его во внутренний уголок не только во внутренний чуть-чуть зайду отсюда во внутреннем уголке на подвижное веко буду блистать блистать как меня бесит этот стул который подо мной вот это вот кожа на сиденье скрипит вечно надо чем-то на накрывать чем никогда этого не замечаю замечаю именно во время съемки видео потому что он рядом он создает какие-то звуки некрасивые и это прям так сверкает на конечно сейчас вот эту всю синюю которая сыплась уберу отправлю будет все просто бомба по крайней мере для меня не знаю как вам понравится не понравится мне уже нравится прям такой вечерний вариант куда-нибудь прям очень даже если будет еще на эти синим платьем класс но тут конечно сейчас боже мой все в общем я сейчас к вам вернусь когда уберу всю эту грязь под глазами ну вот что у меня получилось среди подводок у меня был два фаворита первый это маркер music flower такой голубой который был и в прошлом месяце меня фаворитах и второй это карандаш от марка вот этот который супер шок в таком сливовом оттенке этот оттенок пламфу очень мне нравится и сейчас я пожалуй сделаю так я на нижний века нанесу карандаш а на верхние тогда уже маркер так единственное сейчас я точу наш точилочка кстати у меня от и иван супер точилка просто лучше я не встречала точит любые карандаши и даже не для макияжа обычные карандаши многие точилки ломают особенно если это какие-то обычные деревянные карандаши такие не особо дорогие то многие точилки их ломают это точилка прям вот ну я реально лучше не встречала и так наношу на этот карандашик он просто супер я его обожаю сразу же буду растушевывать вообще класс мне очень нравится мне оттенок мне нравится как он тушует потому что он супер мягким все таки гелевый так что если вы ищете мягкий карандаш я вам очень советую вот эти гелевые карандаши от иван которые раньше они были супер шок сейчас я не помню как они как правильно называются ну если кому то интересно я могу посмотреть вот и присмотритесь к вот этому оттенку вам фу он такой сливовый он такой классный он вроде бы и цветной он вроде бы и такой более темный то есть если вы там любите какие-то синие зеленые оттенки то этот прям вот такой очень красивый теперь буду теперь буду с помощью маркера рисовать стрелку на верхнем веке сначала по линии роста ресниц но не везде вот именно внешний уголок вывожу вот эту стрелочку и немножечко маленький треугольничек вот что у меня получилось второй глаз я уже сделаю без вас потому что это мне придется помучиться все таки они по-разному нависают поэтому приходится подстраиваться я сразу уже накрасила ресницы тушью от иван супер шок макс накрасила так как такой все таки макияж и здесь нужны прям таки накладные ресницы я накладными не пользуюсь накрасила прям таки несколько слоев здесь силиконовая щеточка такая какая-то она вся такими какими-то квадратиками эти щетинки сделаны хорошо разделяет дает объем и с моими длинными но реденькими ресничками ресницы вроде получились такие практически как накладные но это мои и и на губах у меня сейчас помада от иван камера у меня как всегда немножко делает теплее тоном не раньше а не просто было друга сейчас вот она у меня делает теплее но практически похоже это оттенок помады помады от иван марк взрыв цвета по моему помада называется оттенок розовая угроза это такой какой-то бежево-розовый такой оттенок у меня он на губах вместе с вот таким уже обмылочком карандашика который я заказывала на сайте алиэкспресс 54 оттенок тоже вот такой знаете какой-то тепло-тепло-розовый очень я его люблю сейчас покажу еще один фаворит среди помад это вот такая лаковая помадка от иван оттенок называется я в тренде очень яркая сочная еще одна лаковая помада от иван но уже в оттенке мега лиловый очень такой интересный оттенок наверное самый интересный оттенок вот такая помадка из какой-то старой серии матовый матовых помад от иван хотя я бы не назвала ее матовой, она какая-то такая, ну, больше как кремовая, персиковый оттенок. Среди блесков один из фаворитов это блеск MAC в 12 номере, такой немножко красный оттенок. Блеск от Avon Color Trend в оттенке Urban Bliss, такой бежевый оттенок, блеск чуть-чуть липкий, не слишком, прям-таки искрящийся такой блеск от Avon, он идет мерцающий оттенок, очень красивый, он у меня уже не первый раз в фаворитах, но он реально так мерцает, на камеру тоже это незаметно, он прям искрится на самом деле. И еще два фаворита среди блесков, ну, я их уже не буду наносить на губы, у меня практически в каждом месяце есть такой фаворит, это блеск от Fleur, такой шариковый, в этот раз был апельсиновый, который просто дает эффект влажных губ, увлажняет губы, можно наносить хоть каждые 5 минут без зеркала, и вот такой блеск, только уже с блестками от Color Trend, он, правда, сладенький на вкус, но тоже, в принципе, ну, практически каждый месяц у меня такие блески есть в фаворитах. Это все мои фавориты, среди лаков особого конкретного фаворита не было, могу только сказать, что были какие-то такие пастельные тона, в основном какие-то лавандовые оттенки, лавандовые, вот такие какие-то голубые, розовые, нежные, какая-то ассоциация с 14 февраля, вот что-то такое нежненькое, в общем-то, вот такой макияж у меня получился, конечно, камера всей красоты не передает, особенно вот этот вот синий, он прям такой, он такой сочный, яркий, парфюмы будут в отдельном видео, если вам понравилось это видео, то ставим пальчики вверх, мне будет очень приятно, подписываемся на мой канал, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, я вас всех люблю, всем пока-пока!